Тревожная кнопка нажата! Здравствуйте! В студии Марина Мороз и сегодня в программе. Джентльмен неудачи или на что готовы пойти мужчины ради любви? Сумма причиненного ущерба составила 900 рублей. Грибной сезон не окончен. Нарколаборатория в диване и в шкафу. У себя дома соорудили лабораторию по выращиванию грибов. И как найти вора по запаху? В Бресте задержан матерый грабитель. Увидел серьезный подход к делу. А сейчас обо всем подробнее. Грибной сезон не окончен или как в шкафу и под диваном создать лабораторию по выращиванию психотропов? Интернет-магазины бывают не только удобными, но и опасными. Наркоконтроль задержал молодого человека со специфическими должностными обязанностями. За высокие гонорары менчанину необходимо было приобрести соответствующее оборудование и споры грибов. Лабораторию с лампами и регуляторами температуры молодой человек соорудил у себя в диване. В его квартире обнаружили полкило психотропных грибов, весы и фасовочные пакеты. Крупные партии товара предназначались для реализации мелким сбытчиком. Далее оперативники задерживают и еще одного грибника. Сотрудника того же интернет-магазина, у которого в шкафу находят 4 банки с произрастающими спорами грибов, пластиковый контейнер с грибницей, автоматическую сушилку и градусник для измерения температуры почвы. Также обнаружен тайник с 20 таблетками МДМА. Они также предназначались для закладок. Действием задержанных будет дана правовая оценка. А в этом эпизоде злоумышленника тоже нашли. По запаху в Бресте задержан матерый грабитель. Он до последнего пытался остаться незамеченным и почти не дышал, когда понял, что попался. Брестская охрана выехала на место, сработала сигнализация. Частный дом, приоткрытое окно. Здание блокируют по периметру, первый этаж и территория вокруг пусто. Как вдруг возле лестницы на чердак служебная собака взяла след. Поднявшись туда вместе с ней, к нам был обнаружен гражданин, который проник. 47-летний неработающий житель Малориты оправдывался, мол, в дом забрался погреться. Однако три подготовленные сумки для хищения дорогостоящего строительного инструмента свидетельствуют об обратном. Я, конечно, прибыв, увидел серьезный подход к делу. Дом уже был оцеплен. Охрана прибыла очень быстро, буквально за считанные минуты. Внушительно не только оперативная работа сотрудников департамента охраны, но и послужной список судимостей у подозреваемого. Дважды он привлекался за угон транспортных средств и более 15 раз за кражи. В ближайшее время, по данному факту, следователями будет дана правовая оценка. Есть разные перформансы на свете. Мир оценил их, а милиция – вот эти. Я вылезал в Хатежино, учил с изображением министра МВД Мирогуси. Безработному 38-летнему жителю Минского района очень хотелось бы делать вид, что это искусство. Милиция оценила перформанс по закону, а еще художественный талант задержанного. Я еще занимался раскрашиванием автомобильных мостов в районе деревни Хатежино. Помимо творческих способностей, мужчина обладает еще и организаторскими. Протестный марш в Хатежино под его управлением тому подтверждение. Группа была даже слишком хорошо организована. Четко распределены роли и зоны ответственности каждого участника. Возбуждены уголовные дела. А это витебский самородок. Он большой профессионал искусства ораторского. Нападайте сразу втроем, как минимум на одного. Отбирайте палку и его изнеможите, чтобы он попал в больничку. Таким образом мы всех силовиков уничтожим. С 2017 по 2019 годы 62-летний витебчанин брал у людей займы, якобы под реализацию инновационных проектов. Общая сумма ущерба более 60 тысяч рублей. Оперативники вышли на бизнесмена, однако он перебрался в Россию. И уже оттуда начал свое радикал-вещание. В период с июня по октябрь текущего года, используя сеть интернет, разместил несколько видеороликов, в которых содержались призывы к насильственным действиям, направленным на причинение вреда сотрудникам правоохранительных органов Республики Беларусь и членов их семей. Злоумышленник, объявленный в международный розыск, задержан местной полицией. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь. На что готовы пойти мужчины, чтобы добиться расположения дамы сердца? Мужчина из следующего эпизода, например, пошел на статью о хулиганстве. 17-летний джентльмен так оскорбился отказом своей дамы, что решил выместить злость на стоящих рядом автомобилях. Он разбил два лобовых стекла и повредил зеркало заднего вида. Сумма причиненного ущерба составила 900 рублей. В августе текущего года молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние. Милиция выяснила, неподалеку от места преступления компания отдыхала в одной из квартир. Кроме отказа девушки, причиной такого буйного поведения стал еще и алкоголь. Хулиганским действием молодого человека будет дана правовая оценка. И это все на сегодня. Команда тревожной кнопки работает круглосуточно. Вы стали свидетелями громких преступлений или очевидцами резонансных происшествий. Не бойтесь потревожить нас звонком. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok